Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На Дом-2 пришли две новенькие девушки-близняшки Саида и Аида. Они стали участницами проекта. Они очень активно интересуются Сергеем Захарьяшем, но он утверждает, что никого из них не приглашала и свою вину полностью отрицает. Девушки, чтобы насолить Лилии Четрару, повесили на стену в доме ее фотоснимки до пластики. Четрару разозлилась, сорвала фото и полезла драться. Олеся Лисовская постоянно ссорится с Вальтером Соломенцевым и переживает из-за этого. Также у девушки сложные отношения с мамой. Мама увидела конфликт Олеси с Эльвиной и заявила дочери, что та ее опозорила. Также Вальтеру очень не нравится, как Олеся одевается, а она предпочитает ретро-стиль. «Юлия Ефременкова купила себе автомобиль – Мерседес за миллион рублей. Когда я увидела свою малышку, то поняла, что мы созданы друг для друга». Саша Черно рассказала журналистам, что уже похудела на «Острове любви» на 11 килограмм. Сейчас она весит всего 119. Татьяна Владимировна Африкантова просит защитить Марину от Андрея Чуева. «Он очень зол», – рассказала она в интервью. «Я боюсь, что этот ненормальный обольет марину кислотой». Андрей Чуев не выдержал и выложил короткое видео в своем микроблоге, где сказал много неприятных слов в адрес своей бывшей и ее мамы. Он назвал их животными, а также заверил подписчиков, что эта собака ему совершенно не нужна. В продаже появился новый номер журнала «Дом-2» с ведущей Катей Жужей на обложке. Читатели шокированы странным снимком. Видимо, редакция журнала решила перещеголять глянцевые журналы для мужчин. Жужу заморали в грязи и заклеили ей соски черным скотчем. Саша Гозиас забирает дочь из Балтийска к себе в Москву. Она уже нашла детский сад и все подготовила к ее приезду. «Наконец-то дочка будет рядом», – пишет она. Костя Иванов поддерживает Сашу в этом решении. Бывший муж Саши Илья Кротков тоже не против переезда Софии. В недавнем конфликте Марины Тристановны Абрамсон и Юлии Ефременковой Саша Гозиас поддержала Юлю. Она написала «Ну, Тристановна, ну позор! Тата дома к родам готовится, а это все жрет колбаску бесплатную». Тристановне ума бы побольше. Алена Водонаева дала понять, что у нее новый мужчина. Ее избранник – диджей Косинус, настоящее имя которого – Алексей Комов. Недавно Вика Романец выложила фото, которое сделала у дверей ЗАГСа. Поклонники пары подумали, что они подали заявление в ЗАГС. Но оказывается, что Вика и Антон просто узнавали, какие документы необходимы для регистрации брака. К тому же в Кутузовском ЗАГСе все лето будет идти ремонт. Илья Яббаров похвастался творческими успехами. Он готовится к записи дуэта с королевой шансона Любовью Успенской. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.